В этом году единый госэкзамен сдавали 5305 выпускников 11 классов Ульяновской области. Это чуть больше, чем в прошлом году. Подавляющая часть ребят выбрали общество знания, физику, информатику и биологию. Второй год подряд 11-классники сдавали ЕГЭ в условиях пандемии. При этом все требования Роспотребнадзора при организации экзаменов были соблюдены. Помогали в работе общественные наблюдатели и три ситуационных центра, из которых велось наблюдение за проведением ЕГЭ. Если говорить по баллам в среднем, которые продемонстрировали в этом году наши 11-классники, то по русскому языку и по математике средний балл выше, чем в прошлом году. По математике на 6 баллов, по русскому на 1 балл. Это еще раз говорит о том, что качество образования в регионе с каждым годом повышается. Стоит отметить, что порядка 45% 11-классников региона – это высокобальники, которые показали достаточно неплохие результаты в этом году. Напомним, что высокобальником считается выпускник, который набрал выше 80 баллов по одной или нескольким выбранным дисциплинам. Экзамен по математике на 100 баллов сдали 4 ученика. Один из них – Никита Марьин, выпускник университетских классов при ОЛГПУ. Будущий студент уверен, что получить высокие баллы ему удалось благодаря тщательной подготовке. Набрать 100 баллов сложно по предмету, но возможно, как видите. Просто действительно надо усердно трудиться. С 9-го класса у меня была цель – хочу 100 баллов получить. И в 11-м классе педагоги это поняли, что еще сильнее помогали, предлагали дополнительные занятия в УЗИ. Вот я дополнительно занимался. Всего в этом году 40 ребят набрали максимальное количество баллов по ЕГЭ в Ульяновской области. Две выпускницы набрали сразу по двум предметам по 100 баллов. Одна из выпускниц по русскому и английскому, другая по русскому и химии. В этом году было зафиксировано 12 нарушений. Четыре из них – это использование телефона, а в восьми случаях было зафиксировано использование шпаргалок. Окончательные итоги по сдаче ЕГЭ будут озвучены в сентябре.